Всем привет, дамы и господа, с вами на связи Эдуард Туиттер и мы наконец-таки в Куршавелле. Куршавелле, знаменитый на весь мир, благодаря отдыху русских туристов. Вот та гора, которую мы пересекли. Пересекали мы ее через 12-километровый туннель, который соединяет Италию и Францию. Он проходит прямо через гору Монбланк. 12 километров его копали 10 лет. 10 лет. Проезд по этому туннелю на автомобиле стоит 55 евро туда и назад. Цены здесь выше примерно в 2,5 раза, чем со стороны Курмайор. То есть мы сейчас покушали, взяли 5 бургеров, кофе и пару пива и нам это вышло 120 евро. Всего лишь за какие-то бургеры. Но бургеры, должен отметить, были вкусные. Я ел самый острый, там напротив него был изображен огнетушитель, называется он Чак Норрис. Я ожидал, что будет прям что-то невероятное и я прям буду испускать огонь изо рта. Но этого не произошло. Францию я не буду показывать вам своими глазами. В принципе, здесь архитектура очень похожа на Италию в Курмайоре. Куршавель, на французском называется Шамони, вот сзади у меня. Почта Шамони, почта Куршавель. Летают тут вертолеты, люди летают с гор, спускаются на парашютах. Мы здесь всего лишь на один день, поэтому в горы подниматься не будем. Чисто заехали просто посмотреть, позырить. Ну что, магазины, вот это центральная площадь. В принципе, интересно. Интересно посмотреть на архитектуру. Но если, допустим, на итальянском языке я еще хоть как-то могу и изъясниться, то на французском уже нет никак. Ну, слава богу, здесь разговаривают на английском языке. Сейчас ждем поезда, знаете, такой экскурсионный поезд. Здесь ходят, сейчас покажу маршрут его. И покатаемся по Куршавели. Вот маршрут. Да, я покажу вам, если получится, конечно. Ну, и какой же посыл в этом видео я хочу все-таки донести. Просто похвастаться, что я в Куршавели, это не то. У меня мысли сейчас заняты чем-то, знаете, какими-то такими негативными ощущениями относительно того, как ведут все сетики. Кстати, хочу извиниться относительно звука в этом видео. Просто забыл микрофон, поэтому со встроенного будет звук. По поводу сетевиков, которые все ринулись в криптовалюты. Ребят, вы что, охерели совсем? То есть, ебанулись, извините за выражение. Вы где деньги брать собираетесь для инвестиций в криптовалюты? Я смотрю, что сегодня повальное количество сетевиков просто бросают сетевые проекты, которые кормили до этого не один год, и они там зарабатывали нормальные деньги. И они все думают, что они могут сесть на жопу ровно, просто проинвестировать в криптовалюты и ничего не делать. Ребята, основной посыл, хочу сказать, что если вы хотите на криптовалютах заработать, вы должны быть либо очень-очень везучим человеком, но на везение мы не полагаемся. Для того, чтобы заработать на криптовалютах, вам необходимо постоянно инвестировать большое количество денег в эту индустрию. То есть, поднялся курс, вы закупились, например, на хаях, курс просел, снова закупились. И для того, чтобы регулярно закупаться, нужно регулярно зарабатывать. И я сегодня вижу массу знакомых, которые подкладывали по 100-150 тысяч долларов, то есть последние свои деньги достали, которые заработали в MLM, вложились в начале лета в криптовалюты, и сейчас сидят с портфелем стоимостью уже не 150 тысяч долларов, а 30 или 40 тысяч долларов. И сейчас, когда нужно закупаться, они просто не участвуют в никаких проектах, и у них нет вообще ни копейки денег для этого. Ребята, опомнитесь, MLM вас кормила всю жизнь, и всю жизнь еще может прокормить. Не криптовалюты. Криптовалютами можно стать миллионером, но если вы будете постоянно закупаться. Я в MLM участвую, в MLM работаю, и поэтому каждую неделю закупаю, 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 закупаю. Это мне дает MLM. Поэтому не стройте все из себя криптоэкспертов. Да, конечно, это приносит большое количество внимания. Это добавляет какой-то аудитории. Но опять же, только для тех людей, которые занимаются видеоблогингом. Вам это абсолютно ничего, кроме потерь, не дает. Более того, все те люди, вся та база, которую вы сейчас оставили, и она очень быстро остывает. И эти люди пойдут к более активному человеку. То, что вы строили и нарабатывали не один год, теперь просто идет коту под хвост. И все это может закончиться для вас тем, что вы просто получив сейчас, потеряв в пять раз, сократив свой портфель за счет инвестиций в криптовалюты. Я таких людей знаю, и далеко не одного. И, конечно же, кушать всегда хочется. Я знаю, что многие из вас постоянно, постоянно берут и меняют уже по низкой цене, когда нужно покупать, и выводят деньги на фиат, чтобы хоть на что-то пропитаться, ведь больше вы нигде не зарабатываете. Я рекомендую вам совмещать сегодня и криптовалюты, и MLM. Благо, сегодня существуют такие проекты. И, конечно же, я сейчас буду рекламировать свой MLM-проект. Ведь я не поступаю так глупо. Я зарабатываю и я вкладываю. Вот, поэтому добро пожаловать в Криптрейд. Ну, куда же вам еще идти? Только в Криптрейд. Хороший MLM-проект с пассивным доходом, который легко продвигать и в нем легко зарабатывать. Так что рекомендую. Ссылочка для регистрации будет в описании под этим видео. Ну, и, конечно же, под этим видео вам обязательно, обязательно, даже если не хочется, нужно поставить лайк, потому что я говорю абсолютную истину. Абсолютную. То же самое касается и даже не MLM-щиков. Я сегодня получил несколько писем от людей. Даже один человек мне из Киева написал, он сам из Киева, он мне написал на почту такое письмо, что ему надоело жить в говне. И он сейчас выставил на продажу свою единственную квартиру за 30 тысяч долларов. и хочет все эти деньги проинвестировать в криптовалюты. И типа подняться на этом. Ну, естественно, человек, ну, как бы, он говорит, что ему надоело работать за 200 долларов в месяц. В итоге все может обернуться так, что даже и квартиры не будет у тебя, дорогой мой друг. Вот. И будешь с удовольствием вспоминать тот период, когда якобы ты говоришь, что жил в говне, но зато у тебя хотя бы была квартира, хотя бы где было жить. То, что человек просто взял и все свои вещи перевез к своему другу, типа перекантоваться у него пару месяцев, пока, говорит, валюта будет расти. Ребята, это риск. То есть, чисто, вы знаете, монетку подбросил, да? И как понять, вырастет та криптовалюта, которую ты вложил или нет? Да никак. Это просто везение. То есть, может случиться все, что угодно. Сегодня начнется какая-то война, изобретется какая-то новая криптовалюта, квантовый компьютер, там выйдет свет. Все, досвидосики. Просто досвидосики. Так что, ребята, имейте голову на плечах и всегда имейте хотя бы один источник постоянного регулярного дохода, даже если он небольшой. И только после того, как вы станете миллионером, уже можете просто почивать на лаврах и бросать свою работу. Все, я желаю вам всем удачи. Подписывайтесь на мой канал, регистрируйтесь в Cryptrade, зарабатывайте в MLM, зарабатывайте в криптовалютах. Ну и становитесь опытнее, богаче, счастливее, путешествуйте. Когда-нибудь вы обязательно заработаете свой миллион, а может быть несколько, в связи от ваших компетитов, и сможете вообще все бросить и вырваться из того говна, в котором якобы, как вам кажется, вы живете. Я думаю, что сегодня многие недовольны своей жизнью. Ладно, что-то затянул. Все, Крушавель своими глазами показывать не буду. Ничего абсолютно интересного нет. То есть, как бы, точнее, есть, но в этом мало смысла. Ладно, всем пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok